Ну а вот и обещанная вторая попытка продержаться как можно дольше в режиме «Одна жизнь» в моде «Аномали». В этот раз я буду пытаться играть очень неторопливо и осторожно, поэтому, возможно, серий будет много, если, конечно, я не сдохну. В честь начала новой «Одной жизни» предлагаю попробовать зарядить на это видео 10 тысяч лайков. Это будет сложно, но мы попробуем. И перед тем, как начать, важная новость. Сейчас уже по полной идёт мобилизация наших сил к завтрашнему ежегодному ВК-ивенту под названием «Пиксель Батл». Нам нужны все наши сталкерские силы, поэтому если ты участвовал в прошлом году или не участвовал вовсе, то я призываю тебя в наши ряды. Ивент стартует завтра, по непроверенным данным, в 12.00 по МСК. Все подробности в закреплённой записи группы ВК, там же и ссылка на беседу, где все собираются. Координировать действия буду через группы ВК и беседу, но в первую очередь через стримы. Ивент будет длиться 3 дня, и все 3 дня я буду стримить как можно дольше. В общем-то всё, по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьёт, а также приятного просмотра. Ну что ж, я уже создал персонажа, Максим Южный, из-за одиночек буду играть. Одна жизнь, всё на тяжёлую выставил. Ну и, смотри, Женя вот такой выбрал. На самом деле, я тут нихрена почти не выбрал. Бинт, упаковка старого говна и дозиметр, всё, всё, что у меня есть. Ладно, поехали. Так, я появился, вообще буду очень аккуратным, потому что это очень сложно, особенно в аномали. Не знаю, в ДДРе как-то попроще, наверное, было, но я не уверен. Сидрич пишет, что у него образовалась довольно интересная работёнка, это он намекает, что мы зашли да взяли там сюжеты всякие. Но мы всё это сделаем. Я буду очень неторопливо проходить. И, друзья, предупреждаю, что я записываю сразу 3-4 серии наперёд, потому что сейчас на момент записи 9 октября, 10, то есть завтра на момент записи. Ну, скорее всего, эта серия выйдет 9 октября, когда же она ещё выйдет. Завтра начинается ежегодный ивент ВКонтакте Pixel Battle, в который я полностью уйду с головой на 3 дня. И призываю, конечно же, всех делать это вместе с нами, вместе с нашим сталкерским сообществом. Вот, подробнее вы сможете узнать всё в группе ВК, ссылка на неё, как обычно, в описании. Призываю абсолютно всех, потому что нам нужно как можно больше людей задействовать, ибо в этот раз мы в этом действительно нуждаемся. Вот, и поэтому серии, которые я запишу наперёд, они будут не такими длинными, как хотелось бы, наверное, да? И я не знаю, что ещё сказать. Солнце нашёл, кайф. Они будут не такими длинными, и они будут записаны наперёд, то есть я не смогу там прочитать ваши комментарии, советы и так далее. Так, говно нашёл, спасибо, пригодится. Там уже какая-то война началась, не знаю, пока что, если честно, не рискую брать у фаната КМБ, потому что он на этом КМБ любит очень часто помирать от кабанов. Я предлагаю пока что без этого обойтись. Так, мне же нужно КПК ещё в слот поставить. Тут же у нас... Ой, не то. Тут же у нас 3D, ёпта, КПК, от которого я 100% сдохну когда-нибудь. Кстати, мне кажется, или анимацию поменяли? Не знаю, мне, наверное, кажется. Окей, ку, есть 2 рубля. Работа. Так, спасение рядового сталкера на свалке. Не, друг, я такое не смогу, по крайней мере, сейчас. Может, что-нибудь другое предложишь, нет? Кстати, теперь не нужно убирать ствол, когда говоришь с кем-то. То есть, смотрите, я с ним говорю, и ствол у меня убирается сам. Я это в смотре на обновление аномали не учёл. Там куча фиксов по-на выходила, я себе установил. Не знаю, что они дадут, в конечном итоге. Подожди, мне интересно, не та тема, что я с задержкой вот так лутаю. Смотрите, я сейчас жёстко прокликиваю, на самом деле. В любом другом моде я бы за секунду это всё взял, а тут задержка между кликами, так сказать, есть, когда ты что-то подбираешь. Это очень раздражает. Потому что я люблю именно вот так вот вручную лутать. Сидрыч, я слышу, у тебя есть довольно интересное предложение по части славы и денег. А что насчёт исполнителя желания? Можешь ли ты помочь мне найти его? И всего-то, это мы легко сообразим. Дай мне только с расписанием свериться. Итак, следующий автобус в Чернобыль отправляется через 20 минут. Посадка на автобусной остановке у поворота к старому АТП. Чего ты кришешься? Слушай, Буратино. Было достаточно сталкеров, которые пришли в зону в поисках этого твоего золотого ключика, исполняющего желания. И знаешь, что у них всех общее? Они все кормят червей, кроме, пожалуй, стрелка. Исполнитель желаний, это просто сталкерская байка, таких здесь много. Семецкий, чёрный сталкер, всякие твари в ангарах. Десятки, а то и сотни этих баек. Однако мои деньги, между прочим, очень даже реальны. Будешь работать и усердно не тупить, сделаешь состояние в два счёта. Понятно, ну и как я могу с тобой поднять денег? Так, дай мне твой КПК. Вот, значит, скину тебе координаты полезных людей, которые щедро заплатят за определённую и хорошо сделанную работу. Приспичи денег заработать, связи полезными обзавестись, или же просто Сидоровича уважить. Двигай к этим людям и принимайся за работу. Сам знаешь, что деньги не пахнут. А пока можешь побродить по лагерю, у зелени тоже достаточно работы. Вон, например, волк и фанат могут подкинуть что-нибудь. А последний, тебя может, так сказать, обучить Азам, что и как здесь всё устроено. Да что уж там, даже у меня есть пара заданий. Это честный образ жизни, по крайней мере здесь, в зоне. Ну, всё понял, запомню только одно. Меня разочаровывать не принято, сталкер. Ну да, конечно. А что значит стрелка? А дело вот в чём. Мой старый знакомый, меченый стрелок в одном лице, вернулся из мира мёртвых. Надёжные люди сообщили мне, что снова видели его в зоне. Не аномалия или какая-то новая хреновина, это точно. Мы со стрелком раньше неплохо сработались. Ты представь, он у меня даже на посыльных был. Начинали с мелких поручений, окончили тем, что с моей помощью, а также бармены других торговцев, нам удалось помочь ему не только отключить выжигатель, но и пробраться в центр зоны, в самый саркофаг. Интересно вот что. Когда выяснилось, что меченый и стрелок один и тот же человек, ясен стал ещё один факт. Стрелок проникал в саркофаг несколько раз. Проблема только в том, что он так и не вернулся из последнего похода туда. Мы даже не знаем, что он видел там. Мы уж думать начали, что он совсем с концами пропал, а то и вовсе к списам попал. Как вдруг он опять вернулся? Да ещё и шуму делает больше, чем когда-либо. Мне срочно нужны головастые и рукастые люди, которые способны найти стрелка. Всё, что от тебя требуется, так это проверить слухи и найти стрелка. Ну и убедить его поделиться известной ему информацией о том, что он видел на ЧАЭС. Звучит хайпово, так и быть я в деле. Эээ, заблестели это глаза. Значит так, слушай внимательно. Пойдёшь на болото, где живёт его знакомый, которого доктором зовут. Споро поделится любопытная информация о том, где именно живёт док. Как оказалось, большинство сталкеров даже не задумывается о том, что за колючей проволокой может что-то быть. В общем, найди его и расспроси обо всём, что он знает насчёт стрелка. Ах да, не забудьте у меня от родейки чего прикупить. Комбез, например. Ну и всё. Нечего чернобыльского кота за яйца тянуть. Понятно. Работа. Так. Ой, блин. Тайник на клапочной технике. 8 нашивок бандитов. На клапочной технике бандитов убить. Блин, эти задания говно. У них нету ничего. И они не обновляются, когда я перезахожу. В диалог нет. Ну только убийство обновляется. Остальное, конечно, нет. Может, у меня даже нормальный квест на убийство, друг? Не в рыжем лесу, блин, ёпта. Какой рыжий лес, я новичок. Ты дурак, понятно, сидор, дебил. Давай, тайник. Нашивки бандитов. Хер с ним. Сделаю. Так, продать я тебе могу пока что, разве что только... Так, подожди, это мне пригодится. Ой, куда? Так, вот это держи, вот это. Ну и всё, 3 тысячи. Цены здесь жопа просто, пацаны. Посмотрите, комбез. Вот этот вот барахольщик. А, кочевник. 100 тысяч стоит. По-моему, раньше барахольщик назывался, разве нет? Или я ошибаюсь? Ну, возможно, это другой комбез. Просто у них тут иконки. Сами знаете, комбез охотник. 55 тысяч. Самая дефолтная заря. Вот она. 51 тысячу стоит. То есть, понимаете, да, что меня ждёт? Противогаз я хер куплю сейчас. Я вообще хер сейчас всё сделаю. И, короче, цены тут жопа полная. Так, ну мы получили новое задание. Встретимся с холодом. То есть, это на болото нужно текать. Что-то, может, что-нибудь новое мне подкинешь? О! Мутанты. Будет сделано. Возможно, даже не мной. Ещё один мутанты. Будет сделано. Но остальное уже давай до связи. О, мне напарников дали. Вот это здорово, кстати. Вот это здорово, потому что... О, живём, пацаны. Так, ну давайте потихонечку двигаться. Где там эти ваши квесты? Покажите мне их, пожалуйста. Один тут квест. Второй квест. А, видимо, в одном месте два квеста. Слушайте, да мы убьём одним выстрелом двух зайцев. Чуть не сказал одним зайцем двух выстрел. Ладно, неважно. Для начала, естественно, я обыщу деревню. Тут я заберу тушёную фасоль. Также, иди отсюда. Также в домике, где я заспаунился, должна была быть еда рандомная. Алло, ну мужики. Давайте, проходите, ёпта. Вот тут также ящик есть с говном. Очень нужен, кстати. Это что-то вьетнамские флешбеки, по-моему, ловят. Ты что, дурак? Ты как ППШ держишь? Алло, мужик. Ладно, не будем ему мешать, пусть залипает дальше. Так, вот тут ещё один тайник я вспомнил. И у нас тут электрон. Блин, мне повезло. Два раза уже артефакты нахожу. Но это, правда, мусорные артефакты, но всё равно. Максим Южный, правильно? Зелёный поди ищет тут. Как тебе зона-то? Борька Курильщик спрашивает. Да ты свой ник вообще видел, а? Борька Курильщик. Я бы на твоём месте с таким прозвищем уже ушёл из зоны, нахрен. Так, друзья, давайте разворачиваемся и пропускаем меня. Но что-то более в деревне я ничего не нашёл. И не вижу смысла дальше искать, потому что вряд ли я что-то найду. Пойду лучше на заварушку, которая там где-то происходит. Блин, забыл-то, что постоянно нужно ПДА доставать. Так, болты, кстати, ну из настроек у меня... Ааа, не, у меня конечные болты. Не-не-не, друзья, я это исправлю. Кто-то скажет, у, казуал, а я скажу, да мне пофиг. Так, где? Где бесконечные болты, ёпта, экономика? Серьёзно? Ограниченное количество болтов это экономика, понимаю. Всё, это единственное, что я тут сейчас меняю, а остальное вроде по дефолту стоит. Так, а где болты, которые я уронил? Понятно. Мне сейчас ещё его искать. А, вот он. Фух, всё, у меня теперь бесконечные болты. Кто-то скажет, казуал, а я скажу, да мне пофиг. Я считаю то, что бесконечные болты должны быть в сталкере вообще везде. Ну, я не осуждаю сейчас мод. Мод правильно сделал, на выбор. Я не хочу. Я уже говорил это в одном из модов. В Дольче, не помню, я говорил. Я считаю то, что болты, бесконечные, это неотъемлемая часть. Условность сталкера и так далее. Так, я не знаю, стоит ли нам ссуваться на АТП. Потому что там бандосы. Бандосы нам, конечно, вмиг мозги вправят. Но попытка не пытка, как говорится. Так, нужно быть аккуратнее, тут аномалии могут быть. Высматриваем отсюда. Пока что никого, конечно же, не вижу. Но если что, мои братья-сталкеры постоят за меня, да? Или нет? Надеюсь, что да. АТП. Так. Ой. Проваляются и собачки там подкошенные бегают. Интересно, кто это у вас так? Здорово. О. Красавчик, красавчик. Только что-то лишний выстрел зачем-то сделал. Так, прикрывайте, я лутаю. Мне все это пригодится там на продаже и так далее. Чисто небоскому бармену продам. По-моему, он неплохо скупает. Ну, если я не ошибаюсь. Может быть, ошибаюсь. Так, все, вроде всех срезал. Но бандитов, как я понимаю, тут либо и не было, либо их тут загасили мутанты. Ну, не знаю, никаких трупов я не вижу, по крайней мере. Ладно, зато мы сейчас очень инстырим. Ничего нету, лол. И тут даже ничего нету. И тут ничего нету. Где все? Ну, снотворное хотя бы нашел. Ой, ты что? А пацаны-то на кого-то заагрались. А на кого? С кем воюем? Мутантики далеко наши квестовые. А с кем тогда? Без понятия, на кого они там. Алло, друзья, вы где вообще? А что у меня за третья полоска добавилось? А, подожди. Зеленая это выносливость, понял. Когда она тратится, она появляется. А желтая тогда что? Синяя, понятно, а желтая еще. Ладно. Не важно. Ой, вы что, на военных быкуете? Вы что, дурные? Подожди. Не стрелять. За мной. Все за мной, друзья. У нас вообще-то своя миссия. Какие военные? Вы что? Там военные вас вмиг положат. У вас дробовики. Вы созданы, чтобы убивать мутантов. Так, мы уже близки. Они на холме тут. Ставлю на то, что это гражданские зомби. Не знаю почему, но они там очень любят спавниться. Сейчас кабаны такие вылетают на меня и убивают. Ой, виснятся. О, родные места пишут. О, бляха. Огонь. Молодцы. Молодцы. Барсик. Барсик, не вздумай. Барсик, грызи его нахер. Хорош. Тихо, по мне не попадите. Дурни. Отлично. Минус второй Барсик. Ни одного патрона не потратил. Все. Плюс два квеста. Легкое, легчайшее. Для кого? Для Максима Южного. Я считаю, с таким успехом можно и назад возвращаться. Или что? Или еще прогуляемся, пока у меня есть напарники. Ну, хз, по-моему, если я напарников просру, у меня квест провалится. Ну, ладно, я рискну. Хотя бы до элеватора. Так, друзья, не стрелять пока что. Идем со мной. На мост точно я лезть не планирую, потому что там военные часто сидят. А вот на элеватор я бы заглянул, да. Ой, там стрельба. Хотя на элеваторе тоже, помню, возможно, сейчас будет какая-то война. Так, это что, это просто мешок? Да. Спать в нем, конечно же, нельзя. Так, друзья, сейчас подходим к АТП. Я вам разрешаю стрелять, окей, поняли? Работаем. Посмотрим. Ну, вроде они никого не загрелись пока что. Но это не значит, что тут никого нету, верно? Ну, походу, тут реально никого нету. Ладно, прикрывайте, я работаю по ящикам. Насчет, правда, ящики какие-то пустые и грустные. Ну-ка, тут хотя бы что-то есть? Нету, конечно же. О, клей нашел. Это мне пригодится. Ладно, видимо, на элеваторе действительно больше ничего нету. Блин, очень интересно узнать, что там на мосту вообще. Военные как себя чувствуют? Нормально? Так, вот тут у нас еще электрощиток есть. Я помню, в ДДРе тут какой-то гений электро поставил, об который я чуть не умер когда-то. Но нет, тут все чисто. Так, а ну-ка, давай-ка глянем. Блин, не знаю, не видно. Не хочу рисковать, сейчас выгляну и поймаю, не знаю, оружие, пулю с СВД. А че стоим? Пойдем. Алло, пойдем. Друзья, как говорится... Ой, напугал. Как говорится, ну че тупим, все, погудели. Привет. Эээ, работа? Понятно. Охрана? Понятно. Алло, понятно, мои пацаны, видимо, застряли. Ну и как бы хрен с ними. Я, пожалуй, вернусь в деревню. Эти дурни так и остались на элеваторе. Хз, зачем? Ладно. Ку, есть 2 рубля. Я выполнил задание. 4 500 и 5 200. Все, пацаны исчезли, а тут лежат собачки и коты. Точнее, просто коты, ладно. И это мне. Так, ну что ж, 2 задания я выполнил. Можно и, наверное, на болото, потому что за мост я как-то, не знаю, не очень хочу идти. Опасно. На болото, конечно, тоже небезопасно, но тем не менее. Я попробую туда сгонять. Посмотрим, может, что-то из этого выгорит. Так, ну-ка. Тут, значит, что-то будет. Тут нет, а вот тут... О, еще один мусорный артефакт. Слушай. Не, ладно, чисто не болт, сам уже продам. Сидр пол сосет. Так, я надеюсь, военные, по мне, не откроют огонь. Но вроде они не должны тут открывать. Крайне мере, я на это очень рассчитываю. Да и если что, я через проволоку перелез, все в порядке. Так, вот тут еще у нас есть тайничок. О, ну в нем, что это? Компоненты для наружной резьбы ствола. Ну, короче, для грейда какого-то. Всем пофиг, всем пофиг. Я на болотах. Где бункер? Ладно, неважно. В общем-то, здравствуйте, да. Не знаю, встретят ли меня сейчас тут ренегаты. Очень не хотелось бы. У меня до сих пор один пистолет, понимаете? Ни одного ствола не нашел, как вам? Это ренегаты, твою мать. Все, прощаемся. Какой же я, мать его, меткий. Это просто шок. Чел, а нормально то, что ты... Ладно, неважно. Понятно. Я отъезжаю, чуваки. Какой... Какой вид от второго лица? Ты конченый, что ли? Беги. Бинт, жми. Тихо. Бежим. Где эти твари? Они все где-то там были сконцентрированы. Но в этот раз что-то... ХЗ, где они? Где они? Мне это не нравится. Сейчас они как вылетят на меня и ГГ. А, они меня и ищут. Минус один. Ну, я дал вам шуму, давайте. Ой, они там вообще где-то. Что, рофлите? Вы меня обходите, что ли? Так, я сюда туда прошмыкну быстренько. Ребят, есть два рубля? Ну, там вроде никого, я не знаю. Тик. Я обязательно выживу. Напугал, блин. Фраер. Я вас зато потрогаю. Люблю трогать, знаете ли. Блин, вы что, реально меня сейчас просто будете вот тут вот обходить, как дауны или что? Ну, больше я там никого не вижу. Так что, либо они сменили стратегию, либо я ХЗ. Но один еще точно. Я не разглядел, сколько их. Но мне почему-то кажется, что человек пять. Но я сомневаюсь. Потому что, скорее всего, их трое. И вот этот вот последний сейчас чел. Так, он уходит. Залазим быстро. Давай-давай, вылазь. Не вылазят. Как говорят, чисто не вовцы. Идешь вы, гады, лазите. Я очень надеюсь на то, что это был последний. Но я не знаю точно. Поэтому... Там война какая-то тоже. Поэтому, ХЗ, блин. Опасно тут двигаться. Надеюсь, сейчас в церкви там не придут сюда, нет? Ох, блин. Колодец напугал меня на секунду. Это что, это мне? Ну, вроде все. Всех убил. Да. Фух, друзья, кое-как выстоял. Боже мой. Это все мне. Даже самые дерьмовые патроны. Все заберут. Так, обрезжу май СНБА. Это ты или не ты? Нужно тебя вычинить обязательно. Так, и последнего нужно залутать. Где он помер? Вот тут. Вот он, да. С ЦЗшкой был. По-моему, он меня и надамажил, разве нет? Все. Вроде разобрались. Блин, это было ужасно на самом деле. Я мог умереть вполне. Видали, какой урон по мне прошел? Вот. Вот так вот и живем. У меня теперь 40% даже меньше. 35, наверное, процентов ХП. Так, КУ. О, нашел что-то. О, у меня перевес уже появился. Смотрите, снизу слева. Не, это плохо. Тогда я вот это выброшу. Потому что это вряд ли кто-то купит. Так, мне еще сейчас через церковь кондехать. Твою мать. Я надеюсь, там Чисты Небосы сидят. На кого я обманываю? Никакие Чисты Небосы не сидят. Там сидят самые настоящие ренегаты или бандиты, я не знаю. А, у меня еще быстрые переходы вроде как включены, да? Но я не знаю. По-моему, когда я накатывал патчи, все настройки сбросились. Ну, по крайней мере, я точно не ставил ограниченные болты. Они почему-то поставились. Либо быстрые перемещения включены по умолчанию, либо что. Ну, я не знаю, пользоваться или нет. Потому что, ну, с одной стороны, это жесткая экономия времени. Ой. Особенно в лете будет. Когда мне нужно будет через все локации бежать там, да? Я жестко буду экономить время. С другой стороны, ну, не знаю. Найдутся и те, кто скажет, что... Е-е-е-е-е, нечестно. Но я помню, когда в одном или одном жизни играл с Голдбеном. Я использовал быстрые перемещения, и все нормально было. Наоборот. Эти быстрые перемещения меня даже игру чуть не заруинили. Я как-то, помню, телепортировался на северное КПП. А там толпа военных. Я прямо среди них появился. Или бандитов, я не помню. Так, ну, че? Кто у нас в церкви? Без понятия. У Кастрика никого нет. Так, знаете что? Я не буду тут задерживаться. Не буду лутать или что-то. Я просто пробегу. Ну, шагу, нахрен. Правда, у меня выносливости вообще нет почти. Блин, как же я сейчас стою глупо и открыто. На вышке, я надеюсь, чисто небовцы будут. Вот вышка просто моя последовательность. Вот знаете, какое облегчение я испытываю, когда на болотах вот иду вот так вот в опасности. Из-за того, кустана мне кто-то может влететь. И я сейчас иду к вышке. И там будут чисто небовцы. Вы не представляете, какой это просто камень с души. Ну, сейчас вроде первый день. Мутанты особо не спавнятся днем. Это раз-два. Но это первый день. Как бы еще никто толком не заспавнился, не прогрузился и так далее. Так, это чисто небовцы? Да, это чисто небовцы. Сладенькие мои, как я рад вас видеть. Здравствуйте. Фух, какое облегчение, я добрался. Так, что-то как-то погодка испортилась, мне кажется. Ладно, просто что-то как-то потемнело. Есть что-нибудь? Нету. А вот здесь тоже нету. Так, ну зато отсюда все хорошо видно, ну плюс-минус. Болото, крутая локация, мне нравится, но опасная, блин, капец. Тут кровососы очень любят спавниться. Мне сейчас, скорее всего, на базе чистое неба дадут квест с учеными, типа, проводить их, блин. Мне кажется, это нужно выполнять днем по-любому. Есть что? О, есть. А здесь тоже есть веревочка, повешаюсь, ура. Что тут? Ничего. Ну понятно, залутали уже пацаны. О, тут скелет валяется. И не убрали даже. Твари. Понятно, все с вами. Здравствуйте. Друзья, есть работа? Нету? Болты валяются. А что, реально их можно на земле? А, или подожди. Подожди, было семь. А, друзья, ну, фармим деньги, что могу сказать? Ну ладно, я шучу. Болты, по-моему, либо нельзя продать, либо они там по одному рублю продаются. Зато я в любой момент могу не спрашивать, ку, есть два рубля. Могу в любой момент просто вот так вот сделать. И вот. И вот так вот. Все, у меня есть два рубля. Привет. Работа? Носивка монолита. Ты себя видел? Ты какой-то лох в куртке чисто небовской с тосиком стоишь на вонючем рыбацком хуторе. Это же болото, тут воняет, наверное, комары по ночам. Вон, капец, и ты меня просишь на ошибки монолита. Ты в своем уме, дядя? Ой, а ты не встанешь? Да вроде нет. А что у меня по радейке? Ну, вроде радейка ноль. Я, кстати, по-моему, вообще ни разу еще радейки не хватанул, да, за серию? Удивительно. Всегда в первой серии хватаю радиацию, по-моему. Здорово. Стоит со скорпиончиком, но работы у него нет, как я понимаю. Так, ну что ж, база чистого неба. Тут я определенно чувствую себя в безопасности. Ну что ж, друзья, наверное, на этом я буду заканчивать. Говорю, серии пока что будут небольшими. После ПБ все будет нормально, как обычно. Поэтому немножечко потерпите. Ну и призываю, конечно же, участвовать в Пиксель Баттле за меня. Будем рисовать классный сталкерский арт. Не игнорируйте, пожалуйста, реально. Я, наверное, еще никогда так не просил, как сейчас. Так что, друзья, пожалуйста, если вам не сложно, если вам скучно, то участвуйте с нами в Пиксель Баттле. Вы, я вам гарантирую, вы не заметите, как эти три дня пролетят, если вы будете участвовать в Пиксель Баттле. В прошлый раз они пролетели так быстро, что я помнится не успел. Ладно, чуваки, большое спасибо всем за просмотр данной серии. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, если вы тут впервые. Вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка на лист в описании, так же, как и ссылка на скачивание этого мода, если вы хотите с вами поиграть. И ссылка на плейлист с этим прохождением и другими видео по аномали. Большое еще раз спасибо всем и пока. Субтитры сделал DimaTorzok